Просили меня показать, как я опускаю плеть огурцов. Вообще у меня сейчас огурцы в теплице в трех разных, не то что возрастах, а состояниях. Я сейчас расскажу. Вот этот огурец, который у меня на ранний урожай. С 2 апреля я его посадила в мешках. Еще второй есть огурец, который я лечила от фузыриозного введания. Он вроде бы ожил, но мы его вынесли на улицу, потому что здесь ему жарковато. Я его сейчас не могу сильно поливать, поэтому на улице ему лучше. Вот этот огурец, мы с него уже снимаем все, снимаем давно урожай. Сейчас уже можно его немножко опустить, потому что он перерос уже, перерос так уже. Без фанатизма, когда бываю здесь, я убираю вот эти вот усики, чтобы огурцы не цеплялись за веревку. Тогда его легче будет снимать. Дальше, вниз можно. Здесь убраны практически все огурцы. И вот, когда я оставляю пасынки небольшие, прищипываю. С них собираю огурцы, пасынок тоже уберу. Но сейчас он нам не помешает, чтобы сложить огурец, он просто висит вниз. Вот здесь у нас тоже есть огурчик, здесь собран, здесь собран, здесь огурец собран. А вот еще один есть. И вот пасынок. Здесь, здесь пожелтели, можно сказать, что собран, убрать. Здесь вот один огурчик оставляю. Здесь вот огурчики, здесь все дальше оставляем. А вот здесь вот собран огурец, тоже можно убрать. Так, значит, когда мы огурцы опускаем? Нельзя перед этим его поливать. Обратите внимание, у него сейчас сухая земля. Вот здесь видно даже корешки. Его потом замульчируем немножко вместе с кольцом, которое мы опустим. Прямо все замульчируем вместе. Вот здесь корешки новые будут нарастать. Что я делаю сейчас? То есть огурец мы не поливали перед этим, потому что ствол, когда вы поливаете, он наполняется водой и становится более хрупким. У меня здесь крючок, я показывала, как я его вешала, когда вешала. Вот он снимаю, он двигается спокойно, не переламывается. И вот так вот крючок сбросить. Что вам удобнее, либо плит раскручивать с веревки, либо веревку с плетью, здесь не важно. Если вы будете усы тоже периодически убирать, и он усами не зацепится, то это делать очень легко. Холодно даже в теплице без кофты, не это, не походишь. Сначала думала, что без кофты, но нет. Так что, конечно, огурцам и кабачкам на улице тяжело. Кстати, сейчас пойдем еще кабачки посмотрим. Все, я освободила огурец у меня отдельно. Эта веревка отдельно. Теперь я беру, он достаточно, как сказать, мягкий, что ли, да? И укладываю его. Вот таким образом. Вот эти вот откладоносят плети, я их тоже уберу. Некоторые завязи желтеют из-за того, что не усваивается питание. Такой холод. Прямо смело укладывайте, не бойтесь, ничего с ним не будет. Завтра мы скосим газон. И я вот сюда прям положу свежей травы. Небольшим слоем, чтобы она не запрела. Просто закрою вот эти корни, чтобы они не пересыхали, вот эти вот корешки. Вот. Ну и все. Я обратно набрасываю веревку. Крючок. Набросила. И теперь закручиваю. Здесь еще остались огурцы. По мере того, как мы их соберем, я просто вот туда вот все это утрамбую. Ну вот. И будет ему еще сантиметров 40. Куда расти. Вот такое кольцо. Потом можно будет то же самое еще разок проделать. Опять снять, опять его закрутить туда. Так. Дальше пошли другие огурцы смотреть. Значит, здесь, помните, я показывала, можно на других видео посмотреть. У меня посередине росла пекинская капуста, которую я посадила здесь с рассадой. Когда у меня еще не было перцев здесь и не было огурцов. Пекинскую капусту я сегодня всю собрала. Все лишнее, то, что у меня я оставляю здесь же, это будет питание для растений. Никуда не уношу в компост, чтобы потом обратно носить. Это все переработается. Осенью я поливаю микробиологическими удобрениями. Это вот пыльца желтая у нас здесь с этого. Микробиологическими удобрениями и все это превращается в компост здесь же на грядке. Дальше. Вот мои огурчики. Несмотря на то, что их села в одно время, смотрите, одни перерастают. Прям вот это вот. Это Маша. А это кто? Миша. Нет. Это Кураж огурец. Надо его подудобрить. Значит, смотрите, вот эти несколько огурцов. Подальше от двери, которые, по-моему, больше выросли. Это холодно от двери. Они что, дураки расти? Так, а вот это у нас кто? Наверное, Герман. А, значит, это тоже Маша. Я между ними ставлю обычную этикетку. Ну вот, смотрите, какие они сильные. Маша, две Маши. Хорошие, сильные. Это пучкового типа. Опять же, кто у меня там будет спрашивать, смотрите. Вот видите, с одного междоузля сразу три огурчика. Видно? Они по очереди. Один огурчик собираете, потом второй, третий постепенно нарастают. Поэтому лист сразу не убирайте. А вот здесь, смотрите, вообще четыре сразу. Не видно. Вот. Не видно. Четыре. Но не в каждом они идут. Где-то идут и по одному. Первые идут по одному. Значит, смотрите. Вот эти первые три огурца сразу пустила на сетку. Я их здесь более разряженно посадила. Ну не знаю, мне кажется, сантиметров 80 между ними, да? То есть там вообще от края. Он первый, там метр, потом один, потом еще примерно метр, еще второй, третий. Я их пустила на сетку. Не убираю ни усы, не убираю ни пасынки. Вот у них пасынки уже достаточно длинные растут. Вот пасынок. И здесь у них пасынок. То есть они у меня так и будут расти на этой сетке. А вот эти огурцы, у меня здесь погуще посажены перцы. Не бойся, берем. У меня вот здесь погуще посажены перцы, поэтому вот эти огурцы я буду сейчас на веревку. Смотрите, сколько тоже завязей много. Вот. И буду вести в один ствол. Подвяжу, и так же, как вот тот огурец, и в один ствол буду вести. Где-то до конца июля. Буду вот так его опускать. А в конце июля я повешу такую же сетку сюда. И оставлю, чтобы они росли и давали все пасынки. Здесь просто у меня огурцы сидят чуть-чуть погуще, потому что это экспериментальный. Здесь у меня Шоша от Партнер. Хрустик. Хрустик, Шоша. А где же Герман? А Германа все нет. Шоша вот это вот. Так, Герман. Давайте найдем Германа. Где-то здесь был Герман тоже. Ладно, мы поверим. Где-то должен быть Герман. Это же Маша. Это Маша тоже, да. Наверное, Герман вот рядом с Машей. Герман и Маша, между прочим, очень похожи. Осадной серии такой. И нету. Все. Все, не будем трогать, мучить. В общем, вот эти огурцы у меня будут идти по одному на веревки. Я их также буду спускать, а потом только в конце августа дам им свободу вот на такой сетке. В принципе, мы можем даже с вами потом посмотреть, что будет урожайнее более и что удобнее вообще выращивать. Но мне удобно и так, и так просто. Если вы выращиваете вот так огурцы на сетке, вот таким образом, то сажать их нужно, соответственно, не меньше, чем метр друг от друга. Чтоб было им место всем пасынкам. Вот. Такая вот. Такая вот у меня. Тут. Что, пойдем кабачок соберем? Пойдем посмотрим, что с кабачками. Всех интересует, раз уж мы кабачковая фея. Наше величество. А, я хотела еще, знаешь, что, собрать этот урожай. Ах, красота. Слитки есть, вот. Будет на чем настоять что-нибудь. Вон наверху тоже, смотри. Да, они еще не довисели. Вот когда довисят, тогда мы будем... Ну, мало все равно. Будем говорить. Я хотела показать вот этот огурец, который мы лечили от кладоспариоза. Слава богу, мы его еще не лечили. От пузырьоза. Все листья нормальные. Вот они все поднялись. Ну, конечно, он все равно страдает. Видно, что это больное растение. Его нужно кормить. Но, смотрите, новые листочки все равно растут уже зелененькие. И даже новые огурчики уже не желтеют завязи. Здесь я сегодня собрала огурчик. Вот еще растет огурец. Я его удобрила хорошенько. Сейчас, видите, вопрос в том, что его нельзя слишком сильно поливать, чтобы вот этот гриб, который вызывает фузариозное увядание, он как раз любит влагу. Он должен погибнуть. То есть сейчас при каждом... Ну, мне все равно его приходится немножко поливать, чтобы растение это не мучить. Дождь его поливает. Дождь его поливает. Я добавляю, ну, кроме того, что я посыпала трихоцином, я добавляю фитоспорин сюда обязательно, для того, чтобы победить этот гриб. Вот. И я надеюсь... Ну, вот сейчас мы тоже вот до этого степени уже сняли, видите, все огурцы. Тоже можно будет его потом закрутить. Ну, и пущу здесь на сетку его вместе. Вот он зацепится сейчас. И можно будет веревку убрать. У меня здесь вообще фасолька. Вот она. Плетущаяся. Это фиолетовая, а с той стороны белая фасоль будет. Заплетет здесь, и все будет красиво. Я надеюсь, что заплетет все-таки в этом году. Но фасоль любит тепло, конечно. Но все равно, раз она взошла, она уже нормально вырастет. Все будет хорошо. Надеемся на теплый сентябрь. Октябрь и ноябрь. Хотя нет, не надеемся. Вот прошлый у нас октябрь был теплый, и из-за этого у нас начались все проблемы с кустами, когда они заново начали расти. Поэтому все должно быть в свое время. Октябрь должен быть в октябре, а июнь должен быть в июне. Урожай свеклы, это которую мы ранее сажали, свекольник сварим. И здесь ей уже место надо освобождать. Вот она у меня посажит. О, даже большая есть. Гигантская почти. Красиво. Красота. Тоже старые листья, если какие-то есть, сразу оставляю здесь. Пусть они здесь выросли, здесь должны и остаться. Чтобы нам не таскаться с ними туда-сюда. Здесь их все бактерии переработают. И все. Так. Все, будет свекольник у нас. Красотища. Пойдем. Кабачка. Ну, говорю, что температура, конечно, холодно у нас, но потихонечку они растут. Не сильно, конечно, быстро, но завязей много. В принципе, кабачки чувствуют себя нормально. Может, все-таки секатором будешь, нет? Нет, воды много, он так отламывается нормально. Вот такой. Кстати, вот загнил, спрашивают у меня про гнилые. У меня тоже бывает. Ну, такая погода, что вообще. Это кошмар. Не только кабачки, тут мы скоро загниемся. Кстати, с огурцами сегодня покажу рецепт. А тот будешь забирать? Маринады. Или пускай еще подрастет. Жалко, жалко, жалко. Так, что еще показать? Парковка. А тот кабачок, вон тот третий, что с ним? Вон тот? Да, третий, да. А, это цукини или нет? А, нет, это не цукини. Он просто... Маленький, ну давай снимем. Он просто этот, другой расцветки. Плохо это завязался. Это кабачок, который попозже я сеяла. А вот еще кабачок, который посеян здесь семенами. Вот он. Здесь у меня посеяна новая зелень и сорняки. Посеяны сорняки. Да. Короче, вот есть новая рукола посеяна. Это шпинаты растут. А вот здесь вот я редиску посеяла. Пока вот этот кабачок вырастет до своего нормального состояния, мы успеем вот эту зелень съесть. Я надеюсь. Вот. А еще делала видео по поводу домашнего огорода. Смотрите, какой можно вырастить. Базилик. Вот в небольшом горшочке прекрасно себе растет. Посадите, у кого нет огорода, на подоконнике. Чем больше горшочек дадите, тем будет пахнуть. Чувствуешь запах? Да. Вообще, вот этот базилик называется, семена были от компании Аэлита, называется Наполи, фиолетовый и зеленый. Ну, типа итальянская серия. Такой он кудрявенький. Базилик, я думаю, вы знаете, как нужно собирать. Нужно отламывать. Вот у него, видите, отростки. Вот эти растут. Макушечку отламываем. А дальше с этих пасынков идут, и он начинает куститься. Иначе он будет у вас ровно только вверх расти. Сейчас покажу еще. Покажу еще этот ящик. Смотрите, вот здесь ящики тоже. Можно посыпить. Ничего себе он. Ну, мокрый же. Здесь тяжелый. Да, земля мокрая. Это я здесь распикировала. Тяжелый. Я его здесь распикировала, чтобы в грядку сажать. У меня не было места на грядке. Смотрите, какой красивый. Вообще обалденный. Тоже вот этот уже пощипанные макушки у него. И он пускает вот там оттуда пасынки прямо от корней и везде будет пускать. И вот такой же темный. Красота. Его можно даже в кашпо с цветами можно на грядке сажать. Очень хорошо растет быстро базилик. На. Мммм. Вкусно пахнет. Ага. На этот. На песко. Как раз. Зеленый. Так. Растет. Да. Не упадет. Опять утки. Это вороны. Это не утки. Здесь у меня мята. Я решила все-таки мяти выделить. место на клумбе. На грядке. Или это у тебя клумба. На клумбе грядки. Да. На грядке. Пусть растет. Так удобнее ее и собирать. И вообще мята нам нужна. Поэтому пусть будет. Вот этот вот. А зачем вам нужна мята? Мята? На чаи. Петрушечка. И вот это тоже нужно. Что-то неплохо в этом году едим зелень. Если честно. Нужно лучше ее. Есть вруска зелени. Вот. Монголь. Спрашивали. Очень быстро тоже растет. Тоже на салаты. На голубцы можно его. На все что угодно. О! Голубцы хочу. Сельдерей. Тоже уже начинает хорошо и хорошенечко нарастать. Вот именно нужно плотно сажать. Он вырастет длинные своими листьями. Будет закрывать стебли. И тогда они будут хорошие и сочные. Так. Ну и морковка. А капуста вон? Капуста, там брокколи. Это еще только завязывается капуста. Это как называется? Так как кудрявенько. Перчики. А вот перчики, да, острые. Хорошо растут. Вот здесь видно. Смотрите, сколько завязей. Вот. Это мои семена. Каенский перец. Он обычно по 20-30 перцев у него одновременно зреет. То есть ему даже вот в холоде нормально он себя чувствует. Видите, вот. Здесь считайте. Два, три, четыре, пять. Сейчас уже шесть завязей одновременно на нем. Классный перец. Хоть и холодно, но растут. А это бедняжечки-баклажанчики. Говорят, куда вы нас отправили? Мы теплолюбивые тропические растения. А у вас 15 градусов. Смотрите, баклажаны я не формирую. Вот единственное, что сейчас я пока убираю у них цветы. Потому что какие цветы? Им бы самим тут пережить хоть что-нибудь. Вот этот вот хорошо начал расти. Тоже цветок выпустил, убираю. Пасынки ничего никакие не убираю. Почему? Лето у нас короткое. Вырастет у вас на этом пасынке один-два лишних баклажана, это хорошо. Потому что в любом случае вы можете его защипать и просто недополучить урожая. Пусть будут один-два лишних баклажана, я считаю, ничего не испортит нам. Только дадут больше. Вот здесь можно посмотреть. Покажи. Вон уже пасынки какие растут хорошие. Здесь пасынки хорошие. Не, баклажаны будут. Сейчас буквально вот тепло бы установилось хоть немножко. Я думаю, даже в холоде они все равно вырастут. А вот морковка в этом году вообще как не в себя. Пока морковку не собирали, но ботва хорошая. Ботву можно есть. Кстати, ботву этой морковки действительно можно есть. Ее, я знаю, в корейские блюда добавляют. Корейцы там что-то, китайцы едят. Кимчи. Кимчи из всего можно делать. Ну да. Из всех вершков. То же самое кимчи. Можно делать кимчи. Кстати, бабочки хорошо растут. Наращивают зелень. Бедняги. А вот там у меня ежка желтенькой морковки и свекла взошла. Посмотрим на этот, как он называют, на плов. Будем плов делать. Ну, лучок тоже себя хорошо чувствует. Я, в принципе, довольна. Нарастает так этот порей. Порей, порей, порей. Это эксибишн. Это эксибишн из рассады, которую пикировала по одному. Видите, какой жирненький. Вот этот, конечно, отстает, потому что он был в общих плошках. Но все равно хорошо наращивает зеленую массу. Хочу обратить ваше внимание, что если мы выращиваем лук на репку, на репку, на большую, то мы зеленушку вот эту не отрываем, потому что каждый листик кормит ячейку, не ячейку, а как это сказать, на луковице вот эту вот чешуйку луковицы. Поэтому чем вы хотите больше получить луковицу, тем больше должны быть вот этих вот зеленых перышек. А если вы оторвете, то эта ячейка потом, эта чешуйка не будет развиваться. Поэтому я не беру лук зеленый, когда выращиваю на репку его. Вот. Ну и... Это сосны. Нормально растут. В этом году взошли из семечка. Что? Из орешка. Да, мы тут... У нас есть этот агроном, называется Бурундук. Мы его увидели в этом году. Клубника даже не сгнила. Там вот у тебя большая есть. Ну вот что, сейчас людям будешь показывать, как клубнику собирают? Нет, хочу показать объем нашей клубники. Гигантский. Да. На самом деле, представляете, вот если было у меня много бы грядок этой клубники, да, я за ней ухаживала. И вот так она во в дожде, просто вся у нас гнилая, в плесени. Вот здесь есть еще. Просто вся плесневелая. Представляете, как жалко было бы. А так не жалко. Немножко соберем. Вот. Вот эту клубнику я размножаю, она хорошая, такая плотная и не так сильно гниет. Ну вот, урожай клубники целый. Целая горсть. Сколько грядок нужно, чтобы килограмм хотя бы набрать? Да у меня здесь несколько кустиков. Таких грядок. Легче купить, чем все это. Лук, я понимаю, лук выгодно, морковку выгодно, зеленуху выгодно очень. А можно узнать, что это такое? Где? Это опять бурундук. Это не я. Это что это вообще такое? Какое-то дерево. Дерево какое-то. Бурундукан за спросить. На этом мы будем с вами прощаться. А, нет, не будем прощаться. Я что хотела рассказать. Вот про этот лук меня тоже очень часто спрашивают. Это двухъярусный лук. Смотрите, он рано весной отрастает. Ну, это первый лук такой. Его хорошо там на пирожки и на все прочее. Он когда молодой, он очень вкусный и нежный. Но он очень быстро дубеет и становится острым таким. И жестким. Для чего я его держу? Я его держу для ранней вот такой зелени. А еще потом вот эти вот бомбошки. Потом, когда? Сейчас уже можно. Вы их отрываете. Они легко отрываются. И вот так по одной, смотрите, они уже с корешком, с таким растут. Особенно, когда влажно, так они вообще быстро пускают. Я их по одному втыкаю плотно, прям плотно в землю, в грядки. И через 2-3 недели у вас опять будет очень нежный, вкусный лучок. То есть я вот для этого его использую. Он прям много может быть вот так вот. И главное, что вот этот вот лук, который вы посадите вот из этой рассады, он не будет так быстро грубеть. То есть его долго можно будет на зелень использовать прям всю осень. Вот. Поэтому вот так вот выращивайте. Хороший лучок. Все. Я пошла дальше заниматься в теплицу. Всем пока. Всем хороших урожаев. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.